Умение воспитывать – это все-таки искусство. Такое же искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле. Нельзя научить человека быть хорошим музыкантом и художником, если просто дать ему книжку в руки, если не будет видеть красок, не возьмет инструмент. Искусство воспитания заключается в том, что воспитывать можно только на собственном примере. Учитель – это тот, кто любит, понимает истинную суть своей профессии. Он любит и понимает детей, всегда может прийти на помощь в трудной ситуации. Сегодня в нашей программе мы расскажем сразу о трех учителях, которые посвятили себя этой благородной профессии. Это учителя школы номер 6 поселка Дружба. Людмила Анатольевна Лукьянова, Ася Байзетовна Пшизова и Николай Егорчисухов. Мы поинтересовались мнением руководства школы об этих учителях. Лукьянова Людмила Анатольевна пришла в наш коллектив лет 10, наверное, уже, потому что до этого она работала заведующей садиком. И как-то она быстро влилась в наш коллектив. Как-то мы даже не заметили этого перехода почему-то многие. Как будто она проработала у нас вместе с нами столько лет. Преподает она у нас математику и геометрию в средних классах, с пятых по одиннадцатый класс. Уже несколько лет она готовит детей к единому государственному экзамену, к ОГЭ, к основному государственному экзамену. Является она классным руководителем сейчас, выпускного класса, девятого А-класса. Очень такой сам по себе принципиальный учитель. Добивается от детей многое. Учит их тому, чтобы как классный руководитель, как вообще в жизни каждый человек может себя проявить. На ее классных часах просто невозможно просто так просидеть и уйти, потому что она готовит очень классные-классные часы на любые такие вот тематические планы. И с приглашением, конечно, родителей, учителей других классов готовит много внеклассной работы, посвященных какой-то дате, вот, старается. Дети ее очень любят. Она очень кропотливый сам по себе человек. Ну, я думаю, что добилась она за вот эти вот 10 лет многое, чего в этой школе. Знает свой предмет, любит свой предмет. Дети ее любят, советуются с ней, с ней со всеми, значит, о любых вопросах, которые можно задать ей. Людмила Лукьянова работает в школе уже 10 лет. Для своих воспитанников она настоящий друг, искренний помощник и мудрый человек. В 1982 году окончила Государственный педагогический институт, факультет физико-математический. Призвание, конечно, по душе, нравился предмет, и в школе нравился этот предмет. Как-то в основном посвятила себе жизнь воспитанию детей. Большую часть жизни проработала в детском саду. В 2010 году пришла в нашу Чехрадскую среднюю школу. Приняли меня, конечно, хорошо. Работать начала уже по специальности, как учитель математики. Работа нравится. Хотелось бы, чтобы в будущем были преемники достойные, которые любят детей, любят предмет, и могли бы передать весь опыт свой и свою работу молодым педагогам. В этом году, значит, у меня два девятых класса. Девятый А-класс, который я классное руководство веду, с пятого класса. В этом году у них предстоит большой экзамен. Это основной государственный экзамен. По математике они сдают. Ребята, конечно, очень переживают, родители переживают. И хотелось бы, чтобы в этом году удачно они сдали этот экзамен, чтобы родители за них порадовались. А что от нас зависит, мы, конечно, им стараемся дать. Ну, конечно, сказать, что со всеми находим со всеми в хороших отношениях, было бы как бы и не неправильно. Дети все разные. У каждого разное воспитание, разные семьи, подходы к предмету, и в отношении к людям разные. Но, тем не менее, это дети, и стараешься к каждому найти свой подход. Кого-то поругаешь, кого-то похвалишь. Но, в общем-то, они все-таки дети, и к хорошему всегда идут навстречу, и поэтому стараешься по-хорошему к ним относиться. Ну, у меня есть почетная грамота Министерства Российской Федерации за работу. Потом грамота ДГХС у меня в этом году наградили за плодотворный труд. Планы на будущее. Ну, хотелось бы еще поработать, передать свой опыт, вот, то, что накопилось, и в будущем, чтобы наше поколение всегда росло на радость, как говорится, нашей родине, родителям и нашему государству. Ну, и помочь, передать свой опыт молодым наставникам. Профессия учителя во все времена оставалась почетной, но в то же время наиболее тяжелой. Асяд Боизетовна Пшизова – учитель адыгейского языка и литературы. Ни для кого не секрет, какие усилия нужны для того, чтобы преподавать этот предмет в русскоязычных классах. Но, по ее словам, ей помогает желание работать с детьми. Я учитель адыгейского языка и литературы. Адывазащихыр русскоязычных шит су. Да, кин датлагу шит. Кин датлагу рэр. Кин датлагу рэр. Кин датлагу рэр. Кин датлагу рэр. В этом году я учусь в языке и литературу. Я учусь в языке, я учусь в языке, я учусь в языке, и я учусь в языке. Я учусь, наimm respuesta. Я учусь в нашожествии на английском языке. Как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Вот уже ряд лет Ася Адпшизова ценится как учениками, так и коллегами и руководством школы. Каждый год на олимпиадах муниципального, регионального даже, мы занимали призовые места. Каждый год у нас есть победители именно по ее предмету. В основном это адыгейский язык и литература. Знающий человек, который любит очень свой предмет. Преподает она и в пятых, и в средних классах, и в старших классах. Лет пять назад ее кабинет занял среди кабинетов адыгейского языка и литературы первое место. Потому что там было все оформлено со вкусом, значит, все, что нужно было находиться в кабинете у нее, это есть. Вот, любит очень возиться с детьми, особенно на уроках труда. Она с детьми и готовит, и вышивает, и какие-то подделки. В общем, всегда, даже в школе, если что-то где-то мы делаем, она первая придет на помощь, первая же никогда не устает, помогает во всем. Ася Байзетовна сама по себе человек спокойный, уравновешенный, любящий свое дело. Она является классным руководителем восьмого А-класса, класс большой. Но Ася Байзетовна работает, старается не выделяться из всех, что в школе происходит. Проводит мероприятия, которые воспитывают наших детей другими глазами, начинают смотреть на происходящее. Умение передавать свой опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь людям – это талант. Николай Егорович Сухов обладает этим талантом. Николай Егорович Сухов у нас работает уже более 30 лет в школе. Он преподает физику с первого дня, сколько он здесь работает. И много лет он являлся заместителем директора по информатизации. Первый год я работаю директором, но, наверное, не только за этот год, но и за те, что я была учителем русского языка и литературы. Я много раз замечала и удивлялась тому, что он такой трудолюбивый сам по себе человек. Потому что в любое время, как к нему обратишься, он все разъяснит, все поможет. И не только в своем предмете или по какой-то бумаге, по информатике или по какой-то электронной почте. Не только. Он очень даже сам по себе такой вот начитанный, умеет разбираться во всех очень таких вот вопросах серьезных. И всегда может прийти на помощь, дать совет. Строгий он очень, так сам по себе учитель, скажем. Потому что, не зная его предмета, я думаю, что получить у него удовлетворительную оценку просто невозможно. Потому что он долго и очень много возится с детьми. Неоднократно, чуть ли не каждый год, у него есть победители школьных олимпиад, муниципального образования в олимпиадах по физике. Это даже оригинальные тоже он занимал много раз. Значит, призовые места и становились его дети победителями. Лично вот мне он вот за эти месяцы много в чем помог. Много что мне он объяснил в моей работе. Если я где-то что-то не понимала, я у него училась. Вот такой вот он человек. И поэтому я думаю, что таких учителей вот именно в наше время с каждым годом становится все мало и мало. Пенсионного возраста, предпенсионного возраста у нас в школе довольно-таки много. Но боишься того, что если вдруг эти люди сейчас соберутся, эти учителя, которым уже исполняется 60 лет, 55 лет, вдруг они уйдут, что же станет со школой? Что же произойдет здесь? Я не говорю, что молодые учителя, они плохо работают или не выполняют своих обязанностей. Абсолютно нет. Просто вот наше поколение, наверное, они более серьезно относятся ко всему, что происходит, наверное, в школе. Они больше болеют за детей, они больше переживают за того или иного ребенка. Даже те проблемы, которые оказываются у детей, значит, те же проблемы у самого учителя. Я знаю, что многие наши дети, не каждый подойдет к классному руководителю, объяснит свою проблему, а пойдет к Николаю Егоровичу. Будет у него совета спрашивать, будет у него, значит, советоваться с чем-то и так далее, и так далее. Наверное, каждому учителю хочется, чтобы именно его ученик в будущем добился успехов. И, конечно же, каждому учителю приятно, когда именно так и происходит, говорит Николай Сухов. Хоть родился я в далекой Сибири, в Красноярском крае, но переехали сюда рано, когда мне еще не было года, и вся жизнь у меня прошла, считай, вот здесь. В 1975 году я закончил эту школу, поступил на специальности, когда были немножко другие у нас по ВУЗу. Раньше он был Адельский педагогический институт на факультет математики и физики. Вот выбрал предмет этот на основании, считай, того, что как меня учили учителя здесь. Большим почетом у меня пользовалась Навсосова, она вела математику. Ну, наверное, по ее стопам просто пошел, я выбрал эту специальность. Ну, направили меня в Игнатьевскую среднюю школу. Вот, два года я там работал. Вот, вспоминаю тот коллектив с большой теплотой. Ну, вот детей этих, которые даже в то время там были. Это были все-таки уже порядком давнишние годы, 80-е, 82-й год. Вот, директором школы был Химишев Козвейк Мухаджирович. Вот, я считаю, что коллектив тот до сих пор у меня в памяти. Вот, и на августовских даже совещаниях, когда мы встречаемся, мы встречаемся как хорошие знакомые. Я даже удивляюсь тому, что молодому специалисту было оказано даже такое внимание, вот, и какое-то доверие даже в школу. Вот, и когда мне пришлось оттуда уже перейти сюда, в школу, вот, ну, какое-то там собрали мероприятие. И вот, со слов Козвейка Мухаджировича, я услышал свой адрес, очень хорошие слова, высокие. Это, как бы, мне немножко на пусть все было на дальнейшую работу. Ну, и вроде бы я не подвел ни тех учителей, ни своих учителей, и коллектив уже давно работал. Вот, у меня в моей трудовой деятельности только два коллектива, Игнатьевская и вот эта, шестая школа. Вот, а здесь пришлось уже вести предмет физики, хотя после и информатику ввел, и астрономию ввел. Вот, и некоторые классы попадали, что три предмета были мои. Ну, в этой школе пришлось долгие годы быть председателем кома учительского коллектива. Вот, вот эта грамота, как раз она за вот эти губты, что награжден был грамотой Центрального комитета по образованию и Центрального комитета профсоюза, работников просвещения. Вот, по этой грамоте имею звание ветеран труда. Большими для меня вот такими событиями вот явилось награждение вот этой грамотой Министерства просвещения Российской Федерации. Ну, может быть, учли итоги поступлений наших учеников в ВУЗы. Некоторые дети закончили и в Санкт-Петербургские, и в Московские ВУЗы. Вот, если кто-то хвалится одним своим учеником, у меня он не один. Можно перечислить, наверное, не один десяток даже. Принимал участие в учительском конкурсе учителей района. Ну, имею вот такую грамоту главы администрации за участие в конкурсе «Отборы лучших предработников учреждений района». Ну, и много грамот школы за свою работу. Прошел уже не один раз аттестацию, имею высшую категорию. Вот, педстаж мой уже идет в совершение, потому что годы берут в свое. Ну, еще теплится гонек. Тем, кто в будущем хочет стать учителем, придется пройти большую школу жизни. И выбирать эту профессию стоит только тем, кто чувствует в себе призвание быть педагогом, наставником, другом, советчиком и примером во всем, как Николай Игорь Чесухов. Мы всегда должны помнить наших учителей, которые, не щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво образовывали нас.